Вибрационный прогноз от Ли на май 2020 года. Читает Лора. Месяц несет в себе вибрации тотального обновления. Вы будете иметь дело с событиями, выходящими за пределы представления ума. Для конкретного человека это сопоставимо с ощущениями выпускника школы. Впереди совсем другой мир, в котором необходимо освоиться и брать на себя ответственность за будущее. Май – это приветствие, добро пожаловать. И инструктаж. Здесь такие вот кнопки. Это лучше не нажимать, следи за сигналами, вы покинули пограничную зону и оглядывайте место прибытия. Суть вибраций именно в этом – момент ознакомления. Не спешите делать выводы. Ваши оценки, скорее всего, построены на старых ориентирах. Здесь все происходит несколько иначе. Если вам предложили что-то странное, или у вас возникла безумная идея, то попробуйте посмотреть на подобное с иной перспективы, без привычных «хорошо» и «плохо». Пусть оценкой будет, например, фиолетово. Отложите выводы до прояснения ситуации. Вскоре вы увидите, что данное предложение или идея раскрывает новые грани ваших возможностей. То есть, речь не о том, насколько это выгодно сейчас, а о том, куда это ведет дальше. Скорее всего, результат окажется на порядок, превышающим ваши ожидания. Необходимо только дать этому проявиться. Ваши возможности стали не просто огромными, а не превзошли все ваши представления. К этому нужно еще привыкнуть. Поэтому в новом месте, как и на неизвестной дороге, стоит быть весьма бдительным. Сейчас время переучивать себя. Перепрограммировать свои рефлексы, свои привычки. Отнюдь не время ускоряться и не время окапываться. Это значит, что люди, которые опираются на страх или на старые проверенные правила, получат порцию недоумения. Будут дезориентированы и будут склонны делать ошибки на каждом привычном этапе. Шаблоны не работают. Текущее время – это период разрушения любой диктатуры, любой костной системы, любой шаблонной системы. Образно говоря, это как использование воздушных механизмов для подводной работы. Механика верная, но неприемлема для другой среды. Прежний мир сам будет разрушать себя. Не мешайте пням рассыпаться. Они уже не дают новых всходов и просто доживают свой конец. Чем же отличается этот новый мир? Прежде всего, тем, что он более прозрачный. Общий уровень коллективной осознанности на земле прошел критическую точку. И теперь сложно будет притворяться, не замечать лжи там, где она сочится из каждой щели. Сложно будет заменять хорошо на правильно. Сложно будет немного потерпеть ради будущего. Сложно будет прокладывать мораль на место логики. Сложно будет наказывать зло без того, чтобы самому тут же не превращаться в это зло. Сложно будет добрыми делами закрывать дыру в своей жизни, вызванную отказом выбирать свой личный путь. В мае будет идти презентация этого мира. И вы можете себе представить, что это за собой повлечет для каждого аспекта в жизни, где было притворство. За месяц не решатся все проблемы социума. Не стоит также рассчитывать на мгновенные ответы. Скорее даже наоборот. Возникнет множество новых вопросов. Это все результат преобладания будущего над прошлым. Но еще далеко не итоги перехода в будущее. Для осознанных людей это период постановки новых дерзких целей. Подумайте о том, что раньше вам казалось малореально или вообще нереально. И вот пришло время, когда малореально становится вашим обычно. А невозможные события вы начинаете рассматривать в качестве новых берегов. Любопытно. Что же новое невозможно? Вы увидите дальше. Вы пройдете путь, который позволит вам сказать. Я уже знаю, что любое мое воображение можно воплотить. Представьте себе, вот прямо сейчас вы усваиваете то, что ограничение находится исключительно в вашей фантазии. Физический мир никак, ничем, ни по каким логическим законам не может вас ограничить. На этой стадии вы усваиваете именно этот опыт. Ограниченный я узнаю, что ограничений нет. И далее наступает новое переопределение себя, когда эта стадия будет пройдена. И у вас возникнет ощущение, что мир расширился в разы. Плоское стало объемным, черно-белое стало цветным, ограды превратились в оградки, а на дорогах исчезли тупики и ограничители. Знакомьтесь с новым миром. И запоминайте текущие стадии перехода. Скоро вам придется все это объяснять тем, кто идет по вашим стопам.